Я встретился с продукцией компании «Колдшторс» впервые, наверное, в самом конце 80-х годов прошлого века. И тогда компанией занималась в нашей стране «Дина Интернешнл». И впервые «Дина Интернешнл» привезла в нашу страну весь цвет той прежней эндурологии. Это были апологеты эндоскопической хирургии, рентген-тернационной хирургии. И как раз они показывали нам операции, трансферутральные операции и перкутанные операции на оборудовании «Колдшторс». После этого началось очень тесное сотрудничество с компанией. Я в это время работал в Институте урологии, и Николай Алексеевич, и компания «Дина Интернешнл» сделали таким образом, что мы получили самое современное оборудование и стали его применять при трансферутральной и перкутанной хирургии. Позже практически все оборудование нашей клиники, это была больница номер 47, в основном работал на эндоскопическом оборудовании компании «Колдшторс». Ну, конечно, выполнять эндоскопические операции на оборудовании такого класса, помимо того, что очень приятно, помимо того, что очень комфортно и удобно, это, конечно же, способствует и более точному, и правильному выполнению операций. И поэтому я, в общем, всю жизнь, опять же, повторяю, связан был с компанией, и каждое новое нововведение, новое оборудование, модернизация, совершенствование способствовало тому, что операции стали производиться легче, более точно, за более короткий промежуток времени, с меньшим количеством осложнений. И, в общем, мой профессиональный рост, как специалиста по эндоскопической хирургии, при геоинтернационной урологии, он, конечно же, был подпитан инновациями компании «Колдшторс». Вновление в клиническую практику от современной минимальной инвазивной урологии происходило не так гладко, как хотелось бы. Этому есть, в общем, вполне рациональное объяснение. Во-первых, оборудование стоило относительно дорого для той медицины, в которой мы начинали эти операции, его не хватало. Это первый факт. Второй факт, все-таки нашими руководителями были традиционные, крупные маститые урологи. Они первоначально относились с определенным недоверием к минимальной инвазивной хирургии, минимальной инвазивной урологии. Но надо отдать дань этим людям, и, в частности, моему учителю Николаю Алексеевичу Лопаткину, его помощнику Анатолию Федоровичу Доренкову, Валентине Аксимонову, которые были пионерами, пропагандистами, помощниками в развитии минимальной инвазивной урологии. Они через себя переступили. И, в общем, нам не мешали, практически не мешали внедрять новые технологии в урологическую практику тех лет. Пожалуй, наверное, вот с 90-х годов организовались настолько, что та же компания вместе с компанией «Констоц» вывезла около 30 молодых урологов в Германию на мастер-класс профессору Хартунгу. Это была наша первая зарубежная поездка в так называемые западные страны, и мы реально могли оценить возможности применения этого нового оборудования в руках великих маститых урологов немецких и американских, которые были собраны на тот мастер-класс. Но после этого встречи стали, в общем, абсолютно традиционными. Каждый год вывозились доктора, которые интересовались минимальной инвазивной урологией. И, пожалуй, вот в то время, когда я уже был главным урологом в стране, моей задачей было по возможности развить направление минимальной инвазивной урологии и объяснить это администрации и попробовать оснастить максимально большое количество урологических отделений подобной техникой. За тот период, когда я находился в определенной административной работе, не бросая, конечно, клиническую, я считаю, что мне это удалось. И в определенной степени основные клиники в крупных городах России, Советского Союза прежнего, они, в общем, были оснащены оборудованием и минимальная инвазивная урология набирала рост. Мне приходится путешествовать довольно много именно с компанией Кадшторс, потому что, помимо того, что это совершенно эндоскопическое урологическое оборудование, это еще и совершенно инженерное обеспечение, телемедицинское обеспечение. И поэтому, в принципе, за день организовывается мастер-класс практически в любом городе. А сегодня, где есть интернет, практически в каждой деревне. За последние годы, ну, наверное, мы там в 20-30 городах и крупных, и отдаленных вместе с представителями компаниями побывали, показывали операции в разных уголках нашей страны. Занимаюсь предпринимательской деятельностью практически 35 лет, поэтому мне нравится продолжать эту деятельность и с таким шикарным обеспечением. Первый раз, когда мы поехали, это было много-много лет назад, в городе Челябинске, когда я впервые в жизни, мы поехали с хирургами, главным из которых было в Альяне профессор Галлингер, они показывали холецистоктомию лапароскопическую. Это были в те годы, когда эта операция была в диковинку в нашей стране. Были гинекологи Саша Попов и Сережа Штуров, которые показывали современные лапароскопические технологии с помощью лапароскопического оборудования компании. И мы поехали с нанепокойным, к сожалению, Сашей Чапуровым, делали перкутанные операции, трансферутральные операции. Ну и волею судеб мне приходилось комментировать операции хирургов и гинекологов и смотреть на них, а это было все в зале. Я впервые в жизни увидел, как эндоскопическая картина выглядит на экране большого широкоформаторного кинотеатра. И мне было очень потом страшно самому оперировать. Вот. Ну, это такая была очень интересная поездка. Потом это стало, в общем-то, практически уже такой нашей рутинной практикой. И, конечно, еще и благодаря компании я познакомился со специалистами хирургических специальностей различных и хирургов, и гинекологов, и ангиопластических хирургов, и артероскопистов. И это, конечно, создало такую братскую команду, которая пользуется оборудованием. Ну и вот, что касается лично меня, я не знаю, интересен ли вам этот факт. Мое прежнее спортивное прошлое, к сожалению, сейчас стало проявляться. У меня были проблемы с мениском. Я не стал искать какие-то входы через администрацию. Я просто обратился к спецам компании Калшторс и спросил, кто у вас хорошо артероскопию делает. Мне дали человека, и он мне все сделал прекрасно. Слава богу, я хожу, бегаю и так далее. Так что вот видите, как сложится жизнь. В общем, эти дружеские связи с компанией помогают, в общем, и в моей личной жизни. Сложно недооценить развитие малоинвазивной хирургии. И мы видим, что все больше и больше минимальноинвазивные вмешательства решают сложные, не только традиционные, но и сложные комплексные хирургические задачи в разных областях хирургии, в гинекологии, в мамологии, в артероскопии, в урологии, конечно же. Я полагаю, что этот процесс будет продолжаться. Основной технологический фактор – это улучшение визуализации и уменьшение диаметра инструментов. Вот это зависит качество воспроизводимой операции, снижение травматичности самого хирургического процесса. Это позволяет, в общем, восстанавливать пациента, которого мы лечим за самые короткие сроки. С моей точки зрения, мы воспроизводим человека, который был болен, а потом стал здоров, и включается в рабочую деятельность. И это очень важно, и очень бы хотелось, чтобы те, от кого зависит состояние медицинской помощи, в стране тоже это понимали, так как это понимаем мы, хирурги, которые стоят у станка, которые дежурят, которые работают круглосуточно и спасают жизнь пациента. Я хочу от всей души, от всего сердца поздравить мою любимую компанию с 20-летием. Желаю процветания, благополучия, конечно же, хорошего бизнеса и такого же толерантного, терпимого отношения к врачам, того же участия в наших академических программах, в наших тренинговых программах, того же теплого отношения к хирургам, в частности к урологам, которые я наблюдаю в течение последних моих 30 лет общения с компанией. Продолжение следует...